Обмен разведданными идет более интенсивно. Улучшилось и качество информации. Так Александр Лукашенко оценил взаимодействие белорусских и российских разведчиков. Глава государства поговорил с директором службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным. Присоединился и председатель комитета государственной безопасности Беларуси Иван Тертель. Более активные контакты и качество получаемых данных связаны с активизацией деятельности КГБ, а также помощью российских коллег в технической разведке. Получить достоверную и добротную информацию сегодня вряд ли возможно без техники, отметил Александр Лукашенко. Вместе с тем, угнаться за цифровым прогрессом спецслужбам бывает непросто. Технологии развиваются стремительно, а некоторые их пытаются использовать в противоправных целях. Угрозы серьезные и порой невероятные стоят перед спецслужбами Беларуси и России. Но и с такими вызовами приходится справляться. И у нас, и у вас появляются разного рода отморозки именно внутри общества, на которых делают ставку иностранные террористы. Их иначе не назовешь. Это не разведка и не контрразведка, это просто наши враги. Они находят в нашем лагере, как принято говорить, соответствующие людей и делают на них упор. Вот мы недавно, вы наслышанно задержали террориста, который работал под крышей и по указке, и наводке, и выполнял задания СБУ, Служб безопасности Украины, ну комитет безопасности, если по-старому говорить. И самое главное, что меня больше всего возмущает, мы задержали уже больше 30 пособников. Они откуда? Они бывшие и настоящие сволочи, которые живут в нашем обществе. Иначе их мерзость назвать не могу, которые помогают совершать противоправные действия, тем более теракты на собственной земле, против своих же соотечественников. Поэтому работы у нас очень много, но я хочу вас заверить, что мы абсолютно открыты для сотрудничества. Вы это чувствуете и видите. И благодарны вам за ту информацию, которую вы нам поставляете и вовремя нас напрягаете по отдельным вопросам. Думаю, что впереди у нас более глубокое сотрудничество. И на нас вы можете рассчитывать по тем направлениям, где мы чего-то только можем. Контакты между разведчиками двух стран сегодня более детально обсуждают на заседании коллегии. По словам Нарышкина, спецслужбы стремятся к тому, чтобы добывать информацию, на основе которой политическое руководство сможет принимать выверенные, точные и стратегические решения. Взаимодействие спецслужб Беларуси и России получается равноценным. И в последние годы его усилили, чтобы выявлять и предупреждать угрозы, которые стоят перед странами и союзным государством. Главное, как мне представляется, это стремление так называемой группы западных государств, тоталитарно-либеральных режимов Запада, поддержать свое глобальное доминирование за счет суверенитета других государств. Мы, конечно, ни Россия, ни Беларусь этого не позволим. Мы по-настоящему суверенные государства, которые дорожат своей свободой, своим суверенитетом. И у нас нет никаких сомнений в том, что победа будет за нами. Что касается внешних угроз и укрепления национальной безопасности, КГБ продолжает работу по выявлению противоправных действий. За совершение агентурных операций в Беларуси задержаны граждане Польши и стран Прибалтики. Об этом сегодня заявил глава ведомства Иван Тертель. Комитет госбезопасности прогнозирует эскалацию ситуации в регионе. Это связано с тем, что идет целенаправленная подготовка боевиков в Польше, Чехии, Литве, Латвии и Украине. У спецслужбы есть информация о конкретных лагерях, вербовочных пунктах, инструкторах. О ситуации в регионе комитет ежедневно докладывает и даже несколько раз в сутки главе государства. Отразить террористические атаки с сопредельных территорий – такая задача стоит не только перед КГБ, а перед всем силовым блоком. Граждане Беларуси и России под руководством сотрудника спецслужб Украины планировали теракты в Гродно. Целью были сразу несколько объектов, в том числе и Генконсульство России. Такую информацию телеканал ОНТ сообщили в Комитете государственной безопасности. По данным наших и российских спецслужб, всем руководил сотрудник главного управления разведки Минобороны Украины Вячеслав Розум. Он вербовал агентов. Один из них – россиянин Алексей Куликов. Год назад покинул страну, сбежал от призыва. Попасть в Гродно ему помог российский оппозиционер Даниил Кринари, он же Ковалевский. В 2022 году Розум поставил Кринари задачу – сформировать агентурную сеть. Но в декабре по запросу ФСБ его задержат в Гродно и экстрадируют в Россию. Однако завербовать как минимум двух человек он успеет – Куликова и еще одного – гражданина Беларуси Вадима Паценко. Перед задержанием данной завербованных Кринари успеет передать Розуму. В прицеле террористов было сразу несколько гродненских объектов. Вячеслав давал задание по разведке определенных объектов. По его указанию я производил фото-видеосъемку и отправлял ему в качестве отчета объект, о которых шла речь. Это военкомат напротив парка Жилибера, воинская часть по дороге на Южный рынок, нефтебаза по направлению кладбищу Аульс, нефтебаза на Девятовке, Генеральное консульство Российской Федерации. Разведчик украинский, Слава Завутова, поставили на задачу взорвать нефтебазу с помощью дрона и взрывчатки. После чего был продуман план, как и откуда, с помощью карты мы согласовали, где будет находиться оператор, где будет находиться дрон и взрывать цистерну. За поджог нефтебазы Куликовы и Паценко обещали 10 тысяч долларов и переправить за границу. Но в итоге украинские спецслужбы их попросту обманули и использовали как пушечное мясо. Обвиняемые задержаны и дают признательные показания. Подробно об этом, а также о других терактах, в том числе и на аэродроме Мочулище, расскажем сегодня вечером в 21.15. Фильм расследования «Гаспар» на связь не вышел в эфире ОНТ. А что нужно было? Ваш муж подозревается в скушении на измену государства. Как? Он мне говорил, типа, удаляй переписку, если на курс, он удаляй. Разведчик украинский, Слава Завутова, взорвать нефтебазу. Тут и, знаешь, вопросы возникают. Нет, а ну ты что? Я же все идеи не подставлял. Ты что наделал? За что ты так сделала? Он может меня ликвидировать. А потом не лети! Это блестяще проведенная операция. Совершенно невероятная. Я живу в спарке. Обеспечение безопасности в нынешних условиях станет одной из тем двусторонней встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина. Завтра начнется рабочий визит президента в Россию. Лидеры двух стран проведут переговоры, где обсудят широкий спектр вопросов. Импортозамещение, углубление кооперации, развитие высокотехнологичных отраслей. Кроме очной встречи глав государств, Александр Лукашенко примет участие в заседании Высшего госсовета союзного государства. Оно намечено на предстоящий четверг. Ключевая тема – разработка концепции безопасности. Кроме того, новые интеграционные проекты и промышленные кооперации. Также на высоком уровне будет дана оценка ходу выполнения 28 союзных программ. Экономика по-прежнему одно из главных направлений сотрудничества. О стратегическом партнерстве с Россией президент говорил во время послания белорусскому народу и парламенту. Пора уже окончательно избавиться от чужих болтов и гаек и выпускать по-настоящему свой продукт. В том числе продукт союзного государства. Вдумайтесь, только рынок автокомпонентов для транспортного машиностроения, импортированных на территорию Беларуси и России в 2021 году, составил 19 миллиардов долларов. А это наши компетенции. У нас есть соответствующий завод. Мы можем это расширять. Почему медленно это делаем? Это огромная ниша для наших предприятий. Кстати, с российскими партнерами планируем запустить около 15 проектов машиностроения, имеющих инвестиционно-кооперационный эффект. Вопросы их финансирования решены, но разворачиваемся медленно. Особое внимание обращаю на авиастроение, которое сейчас активно начинает возрождаться в России. А у нас два крупнейших завода. Там стремятся локализовать производство своей авиационной техники. Предлагайте свою продукцию россиянам. Россия остается не просто основным экономическим и торговым партнером Беларуси, а также крупнейшим экспортным рынком для наших товаров. Как итог, в прошлом году впервые в истории товарооборот стран достиг 50 миллиардов долларов. Объемы нашего экспорта превзошли объемы импорта. В условиях фактической блокады со стороны западных стран Россия также содействует перевалке наших грузов на рынки третьих стран. Элемент сдерживания потенциального агрессора. Белорусская авиация получила возможность наносить удары средствами поражения в ядерном оснащении. Об этом сегодня рассказал министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с командованием российских вооруженных сил. Кроме того, ранее на вооружение белорусской армии поступил комплекс «Искандер-М», который также может использовать ядерные ракеты. Отмечено, что это реакция на повышение боевой готовности объединенных сил НАТО и активизации разведывательной деятельности Альянса вблизи границ союзного государства Белоруссии и России. О готовности защищать суверенитет и независимость Белоруссии заявлял президент в послании белорусскому народу и национальному собранию. Как отметил Александр Лукашенко, армия не допустит, чтобы сапог чужого солдата переступил нашу границу. Если это произойдет, реакция будет симметричная и адекватная. А если за агрессией кроется уничтожение страны, будут применены все имеющиеся средства. Важные слова, которых ждали. Сегодня в политстендапе анализируем недавнее послание президента народу и парламенту. Политолог Вадим Боровик был в зале среди тех, кто сам все слышал. В чем Александр Лукашенко видит секрет выживаемости Белоруссии как суверенного и независимого государства? Кого пытается предостеречь президент и как его слова находят подтверждение? Зачем Минску серьезное оружие, чтобы призыв к миру был услышан? Политика без оглядки на восток или запад? И простой рецепт эффективного развития страны? Смотрите новый выпуск политстендапа сегодня в 22.15 на ОНТ. Белорусы довольны жизнью, чувствуют себя в безопасности и не планируют уезжать из родной страны. Таковы результаты исследований Института социологии Национальной академии наук. Телефонный опрос проводился в феврале, но респондентов поинтересовались, в какой мере вас сейчас устраивает ваша жизнь? 77% ответили устраивает. Также участников опроса спросили, чувствуете ли вы себя в безопасности в своем доме или квартире? Здесь самый популярный ответ – да, всегда. На нем остановились почти 80% респондентов. А на вопрос, хотели бы вы уехать из Беларуси, более 85% ответили, что подобных планов у них нет. Полученные данные не стали для социологов неожиданностью. В Академии наук отметили, что столкнувшись с вызовами последних лет, белорусский народ начал особенно ценить мир и безопасность, а также социальное благо, которое есть в нашей стране. Продолжение следует... Продолжение следует...